МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обзор событий Дней Жизни округа в материалах корреспондентов телеканала Север в студии Антон Парахин в начале выпуска. Коротко о главном. У меня много знакомых, кто так же ходили и получали, а вот сейчас все будут страдать. Раньше никогда таких проблем не было, а вот сейчас я не знаю, как это происходит так. Остались без бифидока. Сегодня в магазинах прекратили выдачу молочной продукции по рецептам. Кто виноват и что делать? Ответы у Михаила Малеева. Те депутаты, которые придут от своих территорий, где люди знают, жители знают этих людей, они будут более ответственны перед своими избирателями, перед жителями Ниниско-автономного округа. О новой системе выборов, об окружной ипотечной программе, о договоре с Архангельской областью. Депутаты сегодня провели последнюю в этом году сессию. Не бойся, контрасты это еще 500 лет не будет. Армагеддон отменяется. Ответ на вопрос, который беспокоит рядовых граждан, представители СМИ и ученых, знает шаман Коля. Без молочного питания остались сегодня маленькие дети Нарьинмара. В магазинах привычный и столь востребованный продукт перестали выдавать по рецептам. Родителям чат ничего толком не объяснили, просто посоветовали обратиться в управление здравоохранения. Наш корреспондент Михаил Малеев попытался разобраться в ситуации. Здравствуйте, вы случайно не за бифидком ходили по рецептам? Да, именно за ним. И что? Ну, нет бифидка. Как бы и бифидок есть, а кто-то там наверху договориться не может, а мы страдаем. Каждый ребенок до трех лет, зарегистрированный на территории Ненецкого округа, в месяц должен получать 30 баночек бифидока и 12 пол-литровых пакетов молока. До сегодняшнего дня проблем с выдачей этих продуктов не возникало. Мы заглянули в магазин предприятия ВИТО, чтобы поговорить с продавцом и узнать, в чем собственно дело. Сделать это нам пришлось со скрытой камерой, иначе диалога могло бы просто не состояться. Девушка, скажите, вы по талончикам отпускаете? Да, по рецепте. А почему? С чем это связано? С ровно-поминейной, говорите, а живут в третью. Да, то есть сейчас все дети в горке, получается, остались в бифидок. Почему же теперь родители и их чадо остались без так называемой молочки? И о чем так и не договорились между собой руководители открытого акционерного общества ВИТО и окружного управления здравоохранения и соцзащиты? Мы решили узнать это, что называется, из первых уст. Не тут-то было. На открытый диалог ни одна из сторон не пошла. Пришлось использовать маленькие телевизионные хитрости. Сначала мы направились в офис предприятия ВИТО. Нас встретила секретарь директора. Тамара Борисовна, секундочку, хотят с вами пообщаться, не уходят. Что? Радиокомпания, телерадиокомпания. Что? Бежит комментариев. Вопрос на полегче остается открытым. Из разговора с секретарем стало понятно, все упирается в деньги. За бесплатное руководство ООО ВИТО свой товар поставлять не желает. С сегодняшнего дня уход прекращен. То есть она говорит все вопросы здравоохранения? Здравоохранение, да. Они вчера совещались и ни к чему не пришли пока. Вопрос открытый. Оказалось, договор между поставщиком-производителем и окружным ведомством закончился. Продлить его своевременно управление здравоохранения не успело. Почему, остается вопросом. Спросить не у кого. Начальник в отъезде. А остальные твердят одно. Мы некомпетентны. Руководству ВИТО предложили обеспечить людей молочкой в долг. За свой счет. А потом отсудить нужную сумму через арбитраж. Такой вариант предприниматели не устраивает. Стороны пытаются договориться. Ну а пока родителям, чьи дети привыкли каждый день получать молочную продукцию, придется покупать ее за свой счет. Деньги вроде бы небольшие, но ведь и льготы никто не отменял. У меня много знакомых, кто так же ходили и получали. А вот сейчас все будут страдать. Раньше никогда таких проблем не было. А вот сейчас вот. Я не знаю, как это происходит так. И если там наверху в ближайшее время так и не найдут компромисс, выдача молочной продукции по рецептам возобновится не раньше, чем через три недели. Новый аукцион, на котором определят поставщика, запланирован на 9 января. Михаил Малеев и Вадим Стасюк, телеканал «Север». Вопросы образования, развития туризма, ипотечного кредитования, оленеводства обсудили сегодня депутаты собрания. На последней в этом году 48-й сессии приняли ряд важных решений и подвели итоги года. Во втором окончательном чтении принят закон о выборах депутатов. Собрание депутатов науна смену. Пропорциональная система распределения мандатов придет смешанная. Начнет действовать она с сентября 2014 года. В окружном собрании теперь будет 18 депутатов, 12 по партийным спискам и 6 по одномандатным округам. На более длительные сроки, 5-10 лет, будут формироваться территориальные избирательные комиссии. Принят в первом чтении закон о развитии ипотечного жилищного кредитования. В рамках законопроекта округ берет на себя обязательства по ряду компенсаций. Появляются дети, да? Есть желание приобрести и необходимость по увеличению, да? Расширению площади жилья. Поэтому мы в первом чтении приняли закон с тем, чтобы вот эта категория, у кого появились дети, да? Могла воспользоваться еще раз правом по ипотечному кредитованию. Но мы посмотрим сам механизм между первым и вторым чтением и определим. Что мы будем компенсировать? Скорее всего, это разница вот в квадратных метрах, которые, допустим, было 50 квадратных метров, приобрел он за 60, до 10 квадратных метров будем компенсировать именно вот эту площадь. Принято соглашение с Архангельской областью по социальному блоку вопросов. Кроме того, Сергей Коткин рассказал о том, что законодатели всех регионов на встрече с президентом затронули вопрос по укропнению субъектов Российской Федерации. Президент отметил, что объединение будет происходить только по желанию самих субъектов. Принуждать никто никого не будут. На сессии также приняли решение о создании казенных учреждений, туристического культурного центра и государственного адвокатского бюро. Цены и тарифы в Ниньском округе в первом полугодии 2013 года не вырастут, они останутся на уровне декабрьских цен этого года. Это касается стоимости электро- и водоснабжения. Так, к примеру, тариф на электрическую энергию для городского населения с 1 января 2013 года установлен в размере 3,38 рубля за 1 кВт-час. С 1 июля 2013 года тариф вырастет на 12,4% и составит 3,80 рубля за 1 кВт-час. Это же касается вода и газоснабжения. Более подробную информацию о тарифах можно найти на сайте окружной администрации или позвонив в Управление по государственному регулированию цен и тарифов. Сотрудники пенсионного фонда по Ниньскому округу планируют повысить грамотность страхователей. С 24 по 27 декабря пройдут семинары, на которых расскажут об отчетности, ошибках заполнения документов и о том, как это правильно делать. 24 декабря в актовый зал пенсионного фонда пригласят представители детских дошкольных учреждений, а также здравоохранения. 25 декабря – бюджетные организации. 26 – хозрасчетные организации предприятия нефтегазового комплекса. 27 декабря индивидуальных предпринимателей. На семинарах расскажут и об изменениях в пенсионном законодательстве. В частности, для индивидуальных предпринимателей в 2013 году вводится фиксированный размер страховых взносов. Ранее эти расчеты производились исходя из стоимости страхового года. Хочу сообщить индивидуальным предпринимателям, уплачивающим страховые взносы, исходя из стоимости страхового года, о необходимости погасить задолженность и уплате текущих платежей за 2012 год до 27 декабря 2012 года в связи с изменением законодательства и КБК в 2013 году. Сотовая связь появилась в Индиге, правда, пока работает она в тестовом режиме. Но таким образом, к данному моменту возможность пользоваться мобильной связью имеет уже 90% населенных пунктов. Об этом сообщил председатель комитета по информатизации Виктор Шан. Первая сотовая связь на территории Нейнского округа была налажена почти 15 лет назад, в 1998 году в Нарьинмаре и поселке Искателей. В 2005 году она появилась на Ворандее, в 2007 в Хариягинском. А внедрение сотовой связи в отдаленных населенных пунктах округа началось в 2010 году. Первым из них стала Каменка, а в августе сотовая связь появилась в Харивере. В сентябре этого года завершены работы по монтажу и установке базовой станции в Великовисочном в октябре, в Каратайке, а в декабре в Шойне. Жители этих и близлежащих населенных пунктов также получили возможность пользоваться услугами сотовой связи. Первым населенным пунктом, в котором придет связь в начале 2013 года, станет поселок Харута. До конца следующего года планируется осуществить установку и запуск базовых станций сотовой связи в Устькаре, Бугрино, Коткино и Оксино. Реализация данных планов позволит расширить охват мобильной связью до 95-97% от общей численности населения Ниньского округа. День открытых дверей устроила электростанция в преддверии Дня энергетика для своих ветеранов. Бывшие сотрудники предприятия были рады встрече друг с другом и приятно удивлены изменениями, которые произошли на энергетическом объекте с момента их ухода на заслуженный отдых. Многие из ветеранов не виделись много лет и уже давно не бывали на родном предприятии. Большинство из них работали на старых отечественных агрегатах, управление которых осуществлялось вручную. Теперь стратегически важный объект сильно изменился как внутри, так и снаружи. Почти повсеместно установлено новое безопасное оборудование с электронным управлением. Особенно удивило ветеранов новое распределительное устройство, сердце электрических сетей региона, а также автоматическая система управления на главном щите управления электростанцией. Одно место, это уже как-то и людей встретить знакомых, как-то очень приятно. Я, например, на все предприятия хожу, и на праздники всегда хожу, когда санкции идут. Очень даже приятно, конечно, как же. Вообще, как же, проработать столько лет, и люди ведь все знакомые, все свои. Не, очень даже хорошо. Конечно, директор возьмем, например, все-таки, как ни говорите, приглашает, показать все, что сделано. Компания «Альянс Оил» выиграла конкурс на разведку и добычу нефти на Альфинском участке. За право разработки месторождения нефтяники отдали Роснедром около полумиллиона долларов, сообщает пресс-служба компании. Площадь участка составляет 155 квадратных километров земли, расположенной в Тимана-Печоре, неподалеку от действующих активов компании. Запасы нефти на этом участке составляют по предварительной оценке 8,5 миллионов тонн. Представители компании намереваются и дальше наращивать свое присутствие в Тимана-Печорском регионе. В этих планах Ненецкому округу отводится, пожалуй, ведущая роль. Именно здесь мы рассчитываем на существенный прирост добычи, и поэтому компания предпринимает все усилия для наращивания ресурсной базы на севере страны. МЧС России перешло в режим повышенной готовности с сегодняшнего дня и до 8 января. Об этом журналистам сообщил глава спасательного ведомства Владимир Пучков. В связи с установившейся в некоторых регионах страны крайне холодной погодой, сотрудники МЧС усилили контроль за работой службы ЖКХ в Сибири, на Дальнем Востоке, а также с северо-западе России. Усилены контроли на всех социально значимых объектах, подготовлены меры по отмене при необходимости занятий в школах. Силы и средств у МЧС хватит также, чтобы помочь замерзающим водителям, у которых в пути сломалась машина. Кроме того, новое аварийно-спасательное формирование скоро появится в Арктике. Всего будет создано три крупных арктических аварийно-спасательных формирования в городах Мдудинка, Нарьинмар и Певеке. В регионе планируют создать также авиагруппу из 12 вертолетов и двух самолетов с дислокацией в Мурманске, Воркуте, Норильске и Анадоре, а также до 2020 года увеличить группировку котиров и судов. В последние дни все больше разговоров о конце света. Говорят, люди обсуждают СМИ, ученые тоже не остались в стороне от предстоящего Армагеддона, который якобы записан в календаре мая. Что же за день такой 21 декабря 2012 года? До предполагаемого Армагеддона остался один день, но есть ли реальная угроза для человечества? Ученые считают, конца света не будет. По их мнению, 21 декабря 2012 года для цивилизации майя заканчивалась эпоха Ягуара и начиналась новая. Ну, когда мы на стенке отрываем каждый год, вот в конце года, последний листочек года, мы что, говорим, что конец света? Конечно, нет. Одной из популярных версий катастрофы называют приближение к Земле мифической планеты Нибиру, но даже сегодня нет данных, подтверждающих ее существование. Есть и другие сценарии – метеорит, потоп, эпидемия и даже вторжение инопланетян, но ученые их отклоняют. Обещанного парада планет тоже не предвидится. Солнечная система вращается вокруг центра Вселенной с периодичностью 250 миллионов лет, и только в момент максимального сближения возможны катаклизмы. Согласно геологическим, опять, данным, последняя такая катастрофа, когда все было затоплено, а то, что не затоплено, горело, было 66 миллионов лет тому назад. Низкая средняя температура Земли всего 14 градусов. Еще одно доказательство того, что конца света не будет. При катаклизмах она поднимается до 25 градусов. Наша съемочная группа решила поинтересоваться, ждать ли чего-то необычного 21 декабря. С этим вопросом мы обратились к местному шаману Коли. Принято считать, что такие люди наделены особыми способностями, возможностью общаться с духами и сверхъестественными силами. После общения с духами, Коля вынес свой вердикт. Не та вода, которую ты видишь, не те берега, которые ты слышишь, а та земля, которая их держит. Каждый из нас за этот берег держится. Берега нас укрепляют, и мы свою жизнь укрепляем. Но не бойся, конца света еще 500 лет не будет. Тем не менее, многие пытаются заработать на опасениях людей и продают спички, соли и другие необходимые в экстренных ситуациях товары, а также туристические путевки в Мексику и даже билеты в бункер, где якобы можно будет в случае чего укрыться. Но в школе практической нумерологии считают, на смену эпохи разума приходит новая эра чести и открытости. И предлагают встретить ее в 21 час 21 декабря 2012 года. А вот кому точно нет дела до прогнозов, так это по гонщикам собак. Несколько десятков специалистов со всей Германии собрались в горах Шварцвальда в преддверии Рождества. Здесь проходит двухдневная гонка на собачьих упряжках. В переводе с немецкого Шварцвальда в преддверии Рождества.